Доброе утро, уважаемые трейдеры! Меня зовут Роман, и в ближайшее время мы будем анализировать рынки вместе. И главным событием понедельника на валютном рынке стало падение доллара. Индекс снижался в моменте на половину процента довольно резкими движениями, что говорит о том, что энтузиазм покупателей иссякал с каждым новым повышением, тем самым заставляя продавцов постоянно снижать свои ожидания. Пока, собственно, восходящий тренд не угас. И на данный момент индекс котируется на отметке 91, друзья. Американская валюта лишилась, собственно, одного из главных факторов временной поддержки. Это распродажи в американских длинных облигациях. И масштабные распродажи в феврале и в марте вызвали спрос на американскую валюту. Тем не менее, на прошлой неделе развитие этой истории внезапно прервалось. Вышли сильные проинфляционные данные, которые долговой рынок без малейшего сомнения проигнорировал. Собственно, анализируя возможность того, что доллар продолжит падать, стоит обратить внимание также и на техническую картину в паре с главным оппонентом евро. Валюта торгуется возле 1,2030, сохраняя бычий настрой в краткосрочной перспективе. А снижение доллара может продолжиться. Пара евро к доллару пробила отметку 1,20 впервые с начала марта. И заседание Европейского Центрального Банка состоится в четверг. И решение будет опубликовано незадолго до выхода апрельских данных по деловой активности. И важные новости сегодня опубликовал также Резервный Банк Австралии. Это протокол своего апрельского заседания по монетарной политике. И в целом протокол показал, что РБА продолжает придерживаться прежнего настроя и не торопится. С ужесточением один из ключевых тезисов заключается в том, что Центробанк не будет повышать ставку, пока фактическая инфляция не обоснуется устойчиво в целевом диапазоне 2-3%. Как предполагают предварительные данные, ВВП за первый квартал, вероятно, восстановился в район доковидных уровней. Быстрее, чем ожидалось ранее. И котировка 0.7795. Ну а рывок доллара вниз отразился также на британце. Пара пробила коррекционный канал, тянущийся с марта, и открывает дорогу к 1.40 после отката. Катализаторам движения могут послужить данные по занятости инфляции во вторник и среду. Особое внимание, друзья, стоит уделить отчету по инфляции. Ну, собственно, не осталось в стороне и иена. Она упала к 7-недельным минимум в ходе европейской сессии и нацелилась на круглую отметку 108. Пара попала под давление в первый рабочий день недели и продолжила отступление к области 111. Ослабление тяги к риску оказало поддержку безопасной иене. А это также давление на доллар обусловило падение пары к минимуму с 5 марта. И на прошлой неделе, друзья, цена золота восстановилась до уровня сопротивления 1775 долларов за тройскую унцию на фоне замедливавшегося роста доходности казначейских облигаций США. Курс доллара также слабел, оказывая поддержку драгоценным металлам. И в связи с вышесказанным отток инвесторов из крупнейших ETF-фондов, обеспеченных золотом, продолжился. Сильные экономические данные также вызывают рост инфляционных ожиданий и опасения, что центробанки начнут сворачивать программы стимулирования раньше запланированного срока. Что касается товарно-сырьевого рынка, то на прошлой неделе нефть WTI существенно выросла в цене и достигла уровня сопротивления в 63 доллара за баррель. По итогам недели нефть подорожала почти на 5% и такому росту способствовал целый ряд оптимистичных факторов, улучшающих ожидания по спросу и предложению сырья на рынке. И Международное энергетическое агентство, собственно, улучшило прогноз роста спроса на нефть, а запасы в США сильно сократились. Вырвавшись из долговой консолидации, мы ожидаем, что нефть Brent сейчас постарается продолжить свое начатое и закрепиться в новом диапазоне от 65 до 70 долларов. Торги в понедельник фондовые индексы США завершили снижением, при этом Dow Jones и S&P отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели. Хотя инвесторы взяли паузу на вчерашних торгах после рекордного роста прошлой недели, и настроения на рынке, так скажем, в целом остаются позитивными в отсутствии серьезных негативных факторов, говорят аналитики. И текущая неделя также обещает быть насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности. Свои финансовые результаты опубликует 81 компания в составе и S&P. Итак, друзья, будем и далее внимательно наблюдать за изменениями рынка. Оставайтесь на связи. Всего доброго. С вами был Роман.